Привет и слава Украине! Слава за СО, смерть российским оккупантам, по примеру, экипажа крейсера «Москва». Российский агитпроп, то есть российские информационные войска, конечно же, вчера сильно опечалились в связи с тем, что он утонул. Нет, не Путин, а он ракетный крейсер. И, естественно, начали искать в этом позитивные стороны. И, главное, позитивная сторона в данном случае, а мы избавили их от старого крейсера, и от него, собственно говоря, ничего не зависело. Ну, если ничего не зависело, то что он тогда болтался возле острова Змеиный, а мы уже вчера разбирали, что это комплекс ПВО на воде, который должен был обеспечивать высадку десанта, и очень-очень много чего должен был обеспечивать, но он утонул. Так вот, когда они ищут хорошие стороны, ну, в смысле, агитпроп в гибели корабля вместе с экипажем, то они приходят к выводу, что умереть за родину – это самое главное достижение. Сами эти модозвоны, пометы, Соловьевы и вся эта компашка умирать за родину не хотят. Они хотят и дальше жить в режиме безлимит, полученный от продажи российских углеводородов. Но вот на этом фоне все чаще они требуют мести. Мести диким мукрым. То есть нам за то, что мы не сдаемся. И самое интересное, что не сдадимся. И чаще, и чаще здесь зазвучало слово «война». Объявит ли Россия Украине войну? И что от этого изменится? Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Меня зовут Роман Соблюк. Мы здесь называем вещи своими именами. Нас, украинцев, конечно же, этим не напугаешь. Хотя этим словом война не напугаешь. А вот россиянам должно быть интересно, что изменится в их, конкретно в их случае. Но даже то, что есть посягательство на нашу территорию, есть в Казус Белли абсолютный повод к войне. Настоящий, без дураков. Этот мужчина в состоянии истерики, который прекрасно понимает, что он в возрастной категории, примерно как Путин, и на войну его не отправят, начинает это слово все проговаривать и проговаривать. И вот они все время качают здесь, в России, что Украина напала на Брянскую область, на Ростовскую, на Курскую. Ну, в общем, мы какие-то самые страшные изверги. Почему говорят слово война? Россияне, ку-ку. Ваша армия и так использует все возможные средства поражения в Украине. Не очень успешно. Местами, да, вы убиваете людей. Но в чем разница между спецоперацией в поддержку Донбасса и войной? Как это называется? Ну, что мы сейчас ведем? Спецоперация России на территории Украины. Кончилась специальная военная операция. Сегодня ночью она кончилась. Да, крейсер «Москва» утонул. Он доказал, что бывают исключения из правил. Говно тоже тонет. Так вот, кончилась спецоперация. Дело в том, что когда объявляется режим война, можно проводить всеобщую мобилизацию. И кто об этом проговорился? Когда вы говорите ночью, кончилась, вы имеете в виду крейсер «Москва»? Когда вы говорите про войну, вы имеете в виду объявление о мобилизации тотальной? Стоп! 51-й день войны, и в России заговорили о мобилизации. Возможно, это связано с тем, что Дед Войны повелитель бункера, как всегда, правильно. Наврагал. Что там он нам вещал? Что у него идет по плану? Ход специальной военной операции идет по плану. Я, конечно, смотрю внимательно за дискуссиями, которые в нашем обществе происходят, за границей. Мы ничего не должны закрывать от общественности, ничего не скрывать. И вот сейчас российские нацисты заверещали на тему, что должны быть осуществлены по Украине площадные удары. То есть, бить по площадям, бить всех детей, женщин, мужчин, разрушать инфраструктуру. Про деноцификацию они уже не говорят. Про демилитаризацию говорить стыдно. Потому что пока Украина демилитаризирует российский флот и российскую армию в целом. Тут зазвучали такие словечки о том, что Россия должна сломать психологически Украину. Но если посмотреть на вот этого дядечку в истерике, еще и вопрос, кто здесь сломался. Да, подписывайтесь на мой YouTube-канал, потому что дальше больше. Из того, что я сейчас наблюдаю, пропаганда требует реванша. Как это может быть на практике? Ну да, убийство, убийство и разрушение. Оказывается, что все украинцы воевали на стороне Гитлера. Вы представляете? Вот так вот. Современные нацисты все ищут обоснования. Чему? Мобилизации? Так что, тут интересная штука. С одной стороны, все по плану. Крейсер ракетный Москва утонул. Вместе с экипажем, подчеркиваю. Они тут говорят, что экипаж эвакуирован. Как же примитивно российское вранье. Почему я об этом настолько уверенно говорю? Потому что мне еще пока не прислали информацию, кто из высшего командного состава флота был на крейсере Москва. А это интересно. Они говорят, потери нет. А перед этим сообщили, что сдетонировали боеприпасы по каким-то непонятным причинам. Почему это произошло? Ну да. Аристоевич говорит, что кто-то где-то курил в невположенном месте. Другие источники говорят о том, что это была ракета Нептуна. Ну как бы там ни было. Если на корабле сдетонировал боезапас, то что-то мне подсказывает, что кто-то трендит, когда говорит, что потерь нет. Хотя о чем это я? Министерство обороны России всегда трендит. Они в этом могут посоревноваться с самой Скобеевой. Так вот, ясно, что нам будет тяжело. Но принципиально решить украинский вопрос оккупанты хотят, но не могут. Но знаете, иногда бывают у людей, хочет и не может. Вот они сейчас проходят эту стадию. Поэтому нужна консолидация общества. Потому что все прекрасно понимают, что на краткосрочные контракты, объявления которых размещены в российских метро, сильно далеко не уедешь. Нужно гнать пушечное мясо. Как они это обосновывают? Тут ты сам, мы сказали, что это семь жертв, ну семь пострадавших все-таки есть. Вот по этой бомбе Климова. Сорядка трюков. А? Это наши, херачат. А зачем наши? Вот так, наверное. То, что, ну, тут поговорили проще. Потому что там все очищено, так что получится, что они херачат. Не знаю. Да. Это перехват службы безопасности Украины сделан накануне. Как раз накануне Следственный комитет на Российской Федерации возбудился о том, что якобы украинские вертолеты на сверхмалой высоте прилетели в эту Брянскую область. И нанесли шесть ракетных ударов по каким-то хибарам. Нет, чтобы танк сжечь. А бахнули по хибарам. И вот этот вот. И изначально эти подвалы нужно проверить, а не лежит ли там сахар. Нет, не тот, за которым вы стоите в очередь, а рязанский сахар. Ведь это же так удобно. Ваш дом взрывается. Украину в этом обвиняют. Все прекрасно все понимают. И мобилизация. И ваших детей гонят в Украину на убой. В подтверждение слов, что не все россияне идиоты. Я вам более того скажу. Сейчас родители детей, которым 18+, и у которых есть мозги, хотя бы чуть-чуть. Они со своими детишками выезжают из России. Разные страны. В Грузию уезжают. И не только в Грузию. Потому что многие абсолютно нормальные люди с российскими паспортами считают, что ничего не сделать, чтобы твоего сына отправили на войну в Украину. Но это как минимум глупо. Война Путина против Украины базируется на его бункерных болях. А обычно у людей нет запасных или лишних детей. Это святая российская простая. Если Украина атаковала по Брянской области, это взрада, взрада. А если атаковали россияне сами российские населенные пункты, в результате чего получили ранения граждане России, то это не страшно. Это легче. Мысли о том, что это преступление против своего народа, она здесь не проскакивает. Очень интересно. Представляете, какие они, как бараны. Ведешь их, главное, чтобы вожак был впереди. Мудозвон какой-нибудь. И они готовы топать. Понимаете, разница, если так разобраться, в ударе, который привел к ранению людей, особо нет. Но если это россияне бахнули, то вот девушка уже ей полегчало. Путин знает, что делать. Квартиры взрывали, типа, в Москве пошли взрывать. На самом деле, это ФСБ-шки. Угу. Вот. Просто никак они не могли до себя отстреливать. Такого расстояния до... Я тоже думаю, что это расстояние огромное. Так не вздумайте никуда валить, Тёма. А у нас пехоты нету, никого нету. Мы одни остались. Из чего полгода? Ну, почему вы поите? Тёма счастливчик. А почему он остался один? И так не весело. Без удовольствия рассказывают об этом вот этой вот девушке. Самочке. Нам молода и, может, ещё и не мечтает о трофейной стиральной машинке. Кто его знает? Но факт остаётся фактом, что у Тёмы стало меньше друзей, а Путину нужна кровь. Ну, в первую очередь, кровь украинцев. Ну, а русских, конечно же, можно не считать. Тем более, что тут у нас? У нас же юбилей. 20 тысяч российских солдат и офицеров уже убито в Украине. Мы в дивизию приедем, напишем рапорт, что мы отказываемся дальше заходить. Вот это обязан. Ну, а что, всё равно же придётся служить потом? Ну, да. И что вам за это будет? Ну, отношения будут хреновые. Будут считать трудными. А нахрен мне как-то надо пустить. Что за труд, лычки? Нет, просто будут, ну, охреново, типа скажут. Ну, нахуй, а вот так сделали. А как дезертирство это не будут считать? Нет. Не будут считать как дезертирство. Почему? Потому что у них специальная военная операция. С точки зрения российского законодательства, как это ни странно, оно у них там местами действует. Это не будет дезертирство. А если война, мобилизация и всякое такое, то буквально несколько телефонных звонков у Грозной и команда Рамзана встанет, загорят отрядом для вот этих вот прекрасных российских парней. Ну, что ж, нам слово война вряд ли несет какие-то новые смыслы. Они и так делают здесь огневые удары со всех имеющихся возможностей. Ну, кроме крейсера Москва. А вот их ждут изменения. Особенность в мобилизованных в чем? Что очень часто они не понимают, зачем их отправляют на смерть. Поэтому, с большей вероятностью, нам поставят новые российские танки, грады, буки, ну и другое оружие. Так что, россияне думайте, и да, все помнят, Украина была, есть и будет. А тот, кто против, будет уничтожен. А еще пропагандоны предлагают вытереть сопли после гибели крейсера Москва и готовиться к решающей битве. Смиртикупантам.